мне сейчас ответили под тем видео что ну просто справедливо ответили поэтому я так и реагирую в следующем видео что никому не нужна теория абсолютно умерщвленная еще в зачатии как бы наука или как сказать предмет который никому не нужен вот так вот извращенно преподавали нам в школе и так и показала жизнь что принципе действительно куда его применять ну зачем спросил одной из своих переписчиц стелы как как бы вы описали зачем нам нужно распиваться ну нужно потому что нужно как бы мы мы даже не можем продать себя почему нам нужно распиваться уже сразу отчекали потому что яблоко полезное для зубов для глаз там все что угодно ну так вот я предлагаю такую систему и опять же возвращаясь к тому что сейчас конкретно в бостоне живет очень много русских и обещал босса , майами вообще там просто завались узком просто завал какой-то там считаю что там только по-русски и по-испански говорят , Хьюстон , Сан-Антонио , Сан-Диего , Аляска , Анкараш вот ну просто мне на примере Бостона потому что я живу в Бостоне но я говорю любой город ставьте вот любой который приходит вот открывайте карту Бостона и вот немножко раздвиньте ее чтобы были видны самые главные города и там везде живут русские ну так вот нам нужно ну допустим не сто процентов окей допустим уже не 50 процентов окей но 40 процентов русских а я бы даже сказал честно говоря 60 больше часть русских хочет детям привить и дикцию по-русски и такие не знаю русские какие-то там танцы и шманцы и там русские песни ну вот этих сарафанчики им шить если можно там на уроках с сарафанчиком с платочком танцевать может где-то там заготовки этих народных костюмах и высота туда велика их можно сшить я серьезно что очень много увлеченных детьми мамочек вам же не нужно сама снимать сцену как-то их там собирать вам нужно просто нужны увлеченные влюбленные в своих детей мамочки вот и все вот и все я же понимаю что у вас речь не идет 100 долларов в час правильно если это будет еще групповое занятие но вы поймете для вас это будет не необъяснимый не это есть невероятный опыт общения с детьми с девочкой какой-нибудь там она она стей же она живет в бостоне она стей же да вы же всем расскажешь у меня девочка появилась замечательные четыре года и мы с ней делаем распевки понимаете вы просто признайтесь мне что ваша методика не работает ваша методика работает только через какую-то 45 минуту представьте что у вас 45 минут может быть и не будет может вас будет только 20 а почему нет 20 минут почему нет 20-20-20-30 с каждого ребенка снять там не знаю по 15 долларов 15 15 15 15 45 все понимаете ваша методика должна наверняка опять пойдет вера методом но тыка и проб то есть вы наверняка будете пользоваться тем что вы пользу россии да ну и по к ребенку уже прислушиваться поймете это как вот мизинчик для то что вы умеете делать и вся остальная рука то что ребенок хочет от вас если вы применять будьте какими-то ну тем что вас учили но не будете давить на ребенка а все остальное дадите ребенку решать ну видно что вдруг ему нравится шапочка вдруг он нравится там не знаю что-то еще вы ты методом тыка будете продвигать предварительно и со вторым ребенком у вас будет уже легче потому что учить своих детей которые там же до которой можно и и шикнуть ну чё тут говорить и шикнуть и шикнуть в любой момент можно сказать слушай меня быстро я кому сказала тут такого делать нельзя знаете вам нужно вы будете заинтересованы нибудь ой интернет плохой ребенок тупой а если понедушь будьте просто хвалить интернет ну в чё бывает такое что там перезвонит если зависит перезвонит ребенок но обычно ребенок замечательный ребенок какой он игривый шаловливый обожаю пончик душечка родители строитель замечательные она николаевна такая вот у вас как только деньги пойдут тут нормальные деньги пойдут к вам в кошелек вы сразу перестанете искать проблемы вы будете только плюсы искать ну так вот я что предлагаю сказать во первых я тогда пойдем сразу двумя путями один путь именно рекламировать себя как того человеку который не похож на других вот представьте все ходят например за блондин и все люди блондин а вы уходите вот а я брюнет вы броситесь в глаза потому что вы брюнет понимаете вы необычно тем что ваша специфика хошь не хошь вы единственные кто-то если какая женщина захочет рожать мальчика брюнет тогда девочек и она придет к нам будет очень таком стоять чтобы брюнет и наоборот если вы блондин и все брюнет то же самое все пойдут к альбиносов короче говоря а первое это нарекламировать себя именно как специалиста с каких-то там с 28 летним стажем абсолютно точно появится клиентура опять же сейчас у нас короткий вирус онлайн все это более-менее начинает работать ребята учитесь преподавать онлайн у нас не получается на не потому что онлайн работа потому что мы не умеем объяснять не умеем увлекать вот она написала сегодня участница одно дело подойти потрогать по головке погладить но без головки погладить ну никак ну как же так но ребята ну серьезно ну серьезно нас никогда не гладила в тете вале который в гостях у сказки ни разу я не помню чтобы она вышла из экрана погладила мне головку ну как ее любила я скажу вам то больше она жила какую-то свою собственную чистую частную жизнь когда я приехал в америке я узнала что ее сын стал алкоголиком и бил ее ногами что такое вы видите мне уже было там двадцать там шесть лет я взяла письмо и написала нашла адрес и написала ему письмо да как же тебе не стыдно вот я настолько ее любила написала ему письмо да какой же ты негодяй я живу в америке я вынуждена писать тебе такому бармоту что ты не можешь поднимать руку на святое это это женщина святая мы мы вся страна ее любим позор тебе и стыд родиться у такой женщины так вот себя опозорить позор тебе если ты послал ему письмо я не знаю получил не получил понимаете а вы мне погладить поголовки учитесь преподавать онлайн чтобы вы имели достойную зарплату и второй вариант номер один это сами себя пропаганде а второй вариант так господи кто мешает сказать что я бою даю руки там не знаю фортепиано берите урок фортепиано у вас появится 5 человек которые будут урок фортепиано на этом уроке у фортепиано вы будете его немножко распевать у вас же будет 45 минут да что мешает 10 минут попеть песенки тем более если вы будете петь такие песни от которых дети будут без ума вы незаметно придете на 15 минут незаметно на 20 может быть даже целую будете делать понимаете никто не мешает объединять я же объединяю я же объединяю я люблю все объединять понимаете поэтому давайте не будем говорить что никому это не надо давайте признаю тот факт что пока люди есть пока мы не вымерли как динозавры ученики у нас будут и второй факт раз ученики есть и будут и никто не вымер значит наверное проблем не в учениках а в этой системе которая не работает понимаете так что давайте выгребать замечательную на науку или предмет как сказать всего не теория теория тоже полудохлая сальфеджио вынимать распевки вынимать народное творчество вынимать понимаете и путем каким-то не знаю вот талантом огромным талантом начинать вводить это вот в онлайн другого варианта я не вижу я серьезно что мой хлеб вы может не заберете потому что у меня система которая уже основана здесь и прекрасно работает но у вас есть тот хлеб которого у меня нету и чем быстрее вы как бы найдете себе какую-то нишу наберете трех человек к этим трем человеком тут везде знакомые везде подружки а моя мариночка очень довольна уроком народного а что такое народное творчество а что такое а вы себе не представляете какая там нина петровна вы себе не представляете такая душечка как она занимается какие новые игры придумывает учитесь ребята и действительно вам будут платить